Батюшка сказал консидер Епископа, книги-то у вас адреса есть, но противостаньте ему, напишите, не один, а это 10 лет уже позади. Ну соберитесь все вместе, вызвайте меня на суд, я же приду, я тут обязан прийти, меня судят в церковь, но ни один не вышел. Вас только убивать надо, видите? Они только убить могут. А убить это надо только, чтобы лже-свидетели были. Они могут из-за угла убить, но понимаешь, для чего-то меня Бог оставил лучше. Они вас не будут из-за угла убивать, вы же знаете прекрасно, вас должны убить публично, как это все было сделано со святыми, со Христом. А вам не интересно убивать? Понимаешь, нет, вот этот пророщенский церковь, Наталья Приходько, когда идут с Христом из города, и впереди Женя Янчук, и они крест восстанавливают, а я смотрю, говорят, на кресте тебя нету. То есть они что готовят, несут, а они ничего не могут. Вот он приготовил, может, гостиниц, какой-то епископ, его убирают, его нету. Это мы только вечности узнаем, почему его не раньше, не позже. Одна наша беседа прошла, его убирают. Почему? Я соединяю эти события. Может, никакой вообще нету? А я соединяю, у меня соединяются. Так вот теперь и выходит, что Мухаммед не мог не прийти. Если в частности его касаться, то есть сейчас, к примеру, в городе Барнауле, ну, к примеру, да, если мы видим среди нас ста человек, и то бывает, что люди там, ну, уходят, ну, вернее, отходят от нас, не от церкви. Я сейчас не знаю, некоторые от церкви, а некоторые от нас уходят, и там, ну, уходят куда-то в другие церкви, а может, и не ходят, не знаю. Среди ста человек, то... 50 человек. Да. Что говорить о городе Барнуле, а что говорить о стране России, а что говорить о мире, что как так, что православие проиграло мосульмасу по всем статьям. Во-первых, пророк Мухаммед использовал самое, ну, простое такое, что нужно человеку. Это достаток. Жен, сколько хочешь, дом защищай. Нисколько, 4. Ну, все, ну... Нормально. А что, это мало, что ли? Одновременно. Можешь развести себя, и вот, и, правда, руку, они, все поняли, и так... 200-я жена, вот, чтоб одновременно 4 не было. Вот и все, самое человеческое использовал. Поэтому он не мог не прийти. Просто на то, что мухает. Поэтому сейчас и эти нигеры черные собирают тысячные стадионы, их не проповедникуют, потому что люди интересно, народ раскрывают. А что это там? Одназавтра идет, ручки-лодочки исповедуются и причащаются. Они не могут не прийти, потому что православия уже, ну, само название, может быть, уже его и нету. Вот и все. А может, даже и христианства нету. Я говорю, что бы я сделал, будучи православным, патриархом. И вернуть-то христианские, христианские рельсы. Вот партия эта, великодержавники сегодня они. Что мы за православие, но против христианства. Они резко сделали различие. Православие это самое подходящее. Можно воевать, можно все делать. А христианство ничего этого не позволяет. Сейчас расскажу. Вот теперь, с мусульманством. Сегодня. У нас нет ни одного пункта, которым мы могли бы привлечь людей к себе. Вот у нас только было и ушло. У мусульман ни один бы не ушел. Все знали, за порогом ждет смерть. Все кончилось. Ни один никуда. У них первая заповедь. И убьет, и у грехи не нахребет, а наоборот прощается. Убить очень выгодно. А у нас же помыслить об этом нельзя. По-плоцки это очень организованная, умно продуманная организация. Если сейчас они в самом деле будут сюда вводить даже из местной Чечни свои войска, они тут разделают под гребелку и все. С ними не разговариваешь. Но в жизни моей, вот я жил, мне ни разу не попадался ни плохой еврей, ни плохой мусульманин. Как меня Бог так провел. И вот с тем не встречались евреи, замечательные люди. Никакие они даже не жиды. Жиды это мы. Жид это скляк. За словом перевести. У меня евреи, они ко мне в гости приходят, приезжают. Притом первопомощники даже в издании книг христианских. Они меня знают. Берут книги все, читают. А мусульманин, с кем я знался? Ну я знался, я немного их знаю. Но у меня ни одного врага не было. А все как бы люди, с которыми мы находим общий язык. Так они стали христианами, не один. Но они уже другие стали. Я им все возвестил, ничего не скрыл. В свой момент они могут обратиться. Я тружусь очень малорезультативно. 17 лет в тюрьму ходил, носил тысячи евангелий, и ни одного человека не приобрел. Ни одного. Батюшка один раз пошел, 470 крестил. 470? Это апостол настоящий. Кого крестил? Никто. Как курили на наркоманы, блудники, все такие остались. Но я ходил, начальство говорит, у нас, говорит, ни одного захвата заложников. Такая тихая обстановка. То есть, все там по-другому. Но они не готовы. Они говорят, можем, батюшка, мы крещение примем. Нельзя, ребята, вы не готовы. Просто не готовы. Вы курите. Одно курило, уже никого не допускают. А он подряд всех. Вот поехал сейчас женскую. А женская зона намного опаснее мужской. И только шесть женщин не причастились, которые не пришли. А кто пришел, всех причастил, батюшка. Ну какая же это вера? Когда златоуст говорит, тело мое собакам отдам сам, нежели тело Христово недостойно причаститься. Чего спрашивать-то? А какой выход? Выход один только. Умереть. Быть настоящим христианином. Настоящий мусульманин должен мне голову отрезать. А он не режет. И с кем я знаю, если это не настоящий мусульманин. Если мои были настоящие, они меня бы убили. Они даже были меня убить. Я настоящий христианин. Потому что я ему не мщу. Я за него молюсь. И думаю, вот какое дело. И поэтому мне не надо гадать. Мусульмане настоящие, ненастоящие. Которые вот эти вот сегодня здесь. Давайте толерантность, прочее. Это ненастоящее. Игнат Игнатьевич, ну там у Мухаммеда есть еще же в одной суре написано, что христиане могут быть прощены. Да, если налоги платят. Прощены, да, могут быть. Если налоги платят. Налоги платят. И никого от мусульман не тащат. К себе не агитируют и прочее. Могут быть. Ну ладно, налоги я плачу. А не говорить о Христе я не могу. Я обязан говорить. Я сразу ему скажу. Вот сейчас мусульмане пришли. Так, верующие, верующие, верующих мы не трогаем. Но я скажу, я христианин, я буду проповедовать. Как? Ну буду говорить, что мусульманское учение, оно не приводит к спасению. А приводит Христос. Так, режь голову ему. Все, моя жизнь закончена. Я пошел ко Христу. Но я заложил уже себе в него. Все. Ему дано право по его святой книге убивать. Мне дано право убирать. Все сошлось. А иначе кого он будет убивать-то? Если я буду не настоящий-то. Я буду драться с ним. Ему не выполнить его западь, а мне мою не выполнить. А когда я готов умереть, я выполняю мою западь, он выполняет свою. А у Бога-то все вычислено. Не бойтесь убивающих тела. А больше, больше того, кто может и душу, и тело погубить в ене. Все, опять на своем месте. Никого не надо бояться. Ни мусульман, ни китайцев. Ни коммунистов, ни фашистов. Я хотел сказать у коммунистов, когда были власти. Я даже не пропоминаю, чтобы у меня были такие враги. Ну, были там по мелочи какие-то. А на самом деле были коммунисты. Вот у меня на работе Сергей Кобзев был. С Новоалтайском. Так он меня все время защищал. В лагере я был. Как только проверка, шмон называется, я на работе. Начальник придет, мою библию, все к себе в сейф. Утащит. Просфоры мои утащит, спрячет. Я прихожу, еще не это, он приходит, не беспокойся. Тут сегодня комиссия была из города. Ну, допустим, Салмата. Или Джамбул. Я все спрятал у вас. Потом все отдаст. Как так? Я кому рассказываю? Зоя Крахмальник, Олег, Якунин. Да мы такого даже не слыхали. Это Бог так делает. Я поэтому знаю, на первом месте Бог. Как ему угодно. А может, завтра меня первого возьмут? Не знаю. Ты вот зайди в интернет и посмотри. Какие на меня. Самые ярые на факты сейчас, это человек из христианской семьи. Самые негодные. На меня нападали всегда те, которые христиан признают. Христа признают за Бога. Самые подлые, самые коварные. Это в интернете и в жизни. Самые негодные, кто мне нападали, это священники православные. Ну и православные, это старобрядцы, одно и то же. Ко мне сектанты относятся намного лучше. Вот здесь в одном доме мне вопрос задают. Скажите, вот к нам приходят сектанты и вот здесь что-то доказывают. Как им доказать, что мы правы? Я говорю, доказать, просто нужно сознательно, что мы не правы. А баптистам делает теперь ремарку в интернете и говорит, вот. Вот за это Игнатия Тихоновича на Западе баптистов уважают. Он всегда говорит правду. Вы даже согласитесь, что мы не правы. В этом вопросе. В этом вопросе. А они правы. Но при том, что они правы, они не церковь, а секта. А мы церковь.